Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа по существу. Меня зовут Татьяна Филатова и сегодня мы беседуем с исполняющим обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии Константином Яковлевым. Константин Геннадьевич, здравствуйте! 10 сентября в Театре операболета состоится съезд народов Чувашии. Это мероприятие впервые проводится в нашем регионе. Скажите, какая в этом возникла необходимость? Как мы знаем, в нашей республике на сегодняшний день проживает 128 национальностей. И действительно, сегодня наша республика является их родиной, этих народов. То есть, наверное, как никогда сегодня очень важно для нас провести на высоком уровне такой, скажем, торжественной встречи народов нашей республики. И на сегодняшний день уже можно подвести некоторые итоги. По подготовительной части, я хотел бы сказать, разработана вся документация для проведения съезда. И на сегодняшний день проведены выборы делегатов во всех муниципальных районах. Итого у нас получается 650 делегатов и более 200 гостей приглашенных. И гости будут не только из нашей республики, а будут в соседних регионах, в национальных республиках тоже будут представлены делегации. Константин Геннадьевич, расскажите поподробнее, как отбирались делегаты? Согласно распределению квот, каждый муниципальный район проводили конференции по избранию делегатов на съезд. К каждому району была распределена квота. По 5 человек – это всем муниципальным районам и плюс один делегат на 4615 человек. Это первое. Далее, исходя из этого, учитывая количество мест на съезд, каждый муниципальный район проводил выборные конференции или собрания. Они протокольно, проголосовав, избрали своих делегатов. Что планируется обсудить? Какие основные задачи ставит съезд народов Чувашии? Один из вопросов съезда – это этнокультурное развитие многонационального народа нашей республики будет. Один из докладов. Второй, значит, это будет создание ассамблей народов Чувашьей республики. Вообще, 36 национально-культурных объединений на сегодняшний день нашей республики. Из них 24 организации имеют полные юридистские регистрации, которые прошли процедуру через Министерство юстиции. Каждый представитель этих народов войдет в состав ассамблей народов нашей республики. Поэтому те организации, которые сегодня учредительны съезде по каким-либо причинам, если не смогут принимать участие, то есть у них есть такая возможность всегда будет. То есть в дальнейшем они могут вступить в эту общественную организацию. Естественно, после проведения съезда основная организационная доля вложится в наше министерство. Я думаю, в ближайшие месяцы до Нового года, наверное, будут формированы все структурные объединения ассамблей народов. И в дальнейшем, я думаю, наше министерство будет совместно руководством ассамблеи притворять жизнь решений съезда народов. Вот по последним данным число народов постоянно сокращается. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Какие-то объединяются мелкие народы, объединяются более крупные. Какие-то просто вымирают. И возможно ли сохранить все народы? Ведь иногда представителем этноса является всего несколько человек. Вообще задача ассамблеи народов, то есть и национально-культурных объединений – это сохранение языка, традиций, культуры народов. Будет создана современная, скажем, библиотечная система, информационная направление. То есть будут созданы условия учебники разных народов, то есть мы в этом направлении будем работать, где будут проходить частые встречи народными поэтами разных народов, выставки, организации художников. Тем самым огромная возможность появляется, создавая такую, скажем, организацию ассамблей народов нашей республики. Наверное, одна из серьезных задач, я думаю, перед национально-культурными организациями – это, наверное, будет создание творческих коллективов. То есть в более профессиональном основе. Естественно, на сегодняшний день у нас есть такие коллективы – Мордовский, Марийский у нас есть. Но хотелось бы, чтобы и другие народы не оставали от жизни, тем самым создавали творческие свои коллективы. И это наше достойное украшение нашей республики. Скажите, а какие из представителей народов более активны на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день это достаточно очень сильные у нас национально-культурные организации. Татарская у нас, это, во-первых, Мордовский. Я бы сказал, одни из сильных организаций, которые сегодня действительно огромный в лепту несут развитие национальных культур. И есть у них чему учиться другим национально-культурным объединениям. Я думаю, общими усилиями нам это удастся решать в ближайшее время. И давайте подведем итоги. Можно ли сказать, что мы стоим на пороге важного исторического события? Да, действительно. На сегодняшний день у многих регионов уже имеют Ассамблей народов республик. Некоторые имеют региональный характер, некоторые самостоятельный статус. Мы не зря пригласили руководителя Ассамблей народов России, Светлана Константина Смирнова. То есть мы тоже хотим совместно участвовать в проектах федерального масштаба. Активно поддерживать наше культурное объединение, которое действительно общими усилиями, я думаю, наша республика еще станет краше, еще станет сильнее, наверное. И еще раз мы покажем всем, что наша республика умеет ценить традиции, культуру народов. Я думаю, это наше богатство, это наша гордость. И мы должны всячески поддерживать и гордиться нашими успехами. Константин Геннадьевич, спасибо вам за интересные и емкие ответы. А я напоминаю, что сегодня мы беседовали с исполняющим обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Чуваши Константином Яковлевым. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok